Здравствуйте! Это программа Мамочки Егорьевска. Я ее ведущая Юлия Солоницына. В этом выпуске мы обхватим сразу два праздника – 23 февраля и 8 марта. В своих сюжетах мы поделимся с вами советами опытного флориста, расскажем о преображении в салоне красоты, а также проведем мастер-класс по созданию вкусного букета для мужчин. Давайте начинать! Чувствуете, уже пахнет весной. Это время задуматься о подарках для своих близких и самых любимых женщин. Я решила собрать букет для своей любимой мамы и обратилась в салон цветов букета от Маруси. Опытный флорист Лидия поможет мне подобрать букет, расскажет о сочетании цветов и как правильно подобрать упаковку. Самыми популярными цветами считаются розы. Во-первых, потому что они имеют нежный запах. Во-вторых, пышную форму. И в-третьих, бывают самых разных оттенков. Белый – символ чистоты. Красный – любви. Розовый – символ элегантности. Желтый – забота об избраннице. Эти же цвета, например, у тюльпанов, могут иметь совершенно другое значение. Чтобы не ошибиться с выбором, лучше довериться флористу. Флористика, в нашем понимании, – это владение и умение работать с цветами, с сухоцветами. Наш салон и многие флористы используют все приемы флористики. Какие самые редкие цветы? Редкие цветы, такие как протея. Это цветок, который растет в Южной Африке. У нас в ассортименте на сегодняшний день 4 вида орхидеи. Цимбидиум, дендробиум, ванда. Любые цветы можно заказать, и мы всегда рады их предоставить. Что еще добавляют букеты? Мы используем корицу, натуральную, совершенно верно, корочки апельсинов, декоративный лотос, хлопок. Остальные аксессуары есть искусственные, натуральные. Мы привыкли видеть цветы в букете. А что можно еще сделать из цветов? Вот перед вами фигурки из живых цветов. Это полностью сделанные фигурки из бутонов хоризонтем. Вот это хоризонтемы стальон, здесь белые, здесь тоже. Под перышками есть большие хоризонтемы белые. И мышка, вот тоже у нее два вида хоризонтем. Как правильно ухаживать за цветами? Все знают прекрасно, что если мы не будем менять воду в вазе, появятся бактерии. Для этого в колбу с водой или в вазочку нужно добавлять всего-навсего несколько капель отбеливателя белизны. Такой букет, я думаю, может сложить любая девушка, даже молодой человек, и подарить своей маме любимой и все. Главное, чтобы цветы шли от души, фантазия. И главное, чтобы это было желание сделать приятное близкому человеку. Вот такой потрясающий, нежный и воздушный букетик у нас получился. А мы, пользуясь случаем, хотим поздравить всех девушек, мам, бабушек и девочек с наступающим женским праздником. Счастья вам и любви! Я, как женщина, хочу быть привлекательной и красивой, но на это не всегда хватает времени, а главное средств. Я решила посетить салон красоты «Цирюльник». Он открылся в нашем городе совсем недавно и привлек к себе доступными ценами. А широкий спектр услуг позволит вам за один день пройти все процедуры, при этом не расстаться с половиной зарплаты. Так давайте же это проверим! Ольга, здравствуйте! Я пришла к вам за преображением. Что вы хотели? Я хочу покрасить волосы и сделать укладку. Все можно. Приступаем? Спасибо. Какие виды окрашивания представлены в вашем салоне? У нас можно покрасить скаковать тинтон, сделать брюнетку блантинкой, а можно сделать амбрешатуш, это из морных окрашиваний, милирование, все, что клиент пожелает. У многих есть проблемы с секущимися концами. Как с этим бороться можно? Первое, что необходимо, это защита. Перед феном нужно защитить волос, нанести термоспрей, защиту, либо каким-то маслом увлаженить их после использования фена, чтобы они пропитались, были мягче. А часто ли к вам приходят мужчины? Приходят фотографии футболистов. Для каждого подходит своя форма ногтей. Для кого подходит квадратная форма, а для кого круглая? Пальчики бывают разные. Если, допустим, совсем коротенькие, скажем так, толстенькие чуть-чуть, то бывает, что не подходит. Плюс ко всему все равно цвет решает. Какой еще аспект руссков вы можете предложить? У нас в салоне очень много различных СПА-процедур, как для рук, так и для ног. Одна из таких, скажем, востребованных процедур – это парафинотерапия. Комплекс педикюров, то есть несколько видов, не просто классический, как мы все привыкли, есть аппаратный, есть комбинированный, работа также с натоптышами, удаление мозолей, вросших ногтей, ванночки есть разные с ласкиными, да, то есть есть горячий маникюр, есть бразильский маникюр. Масло можно и, когда у вас есть какое-то покрытие, масло можно втирать в кутикулу. Масло способствует тому, чтобы кутикула не нарастала на ноготь именно. То есть он будет расти, он будет расти по валику, а зарастать не будет, наверное. Ну, он хорош тем, что вот тоже зимой, особенно из-за состава вот этого своего, он увлажняет кожу рук. Кроме этого, в салоне можно сделать окрашивание бровей. Для придания естественного вида использую чаще всего краску. Для эффекта покрашенных бровей – хну. А если у вас густые или заросшие брови, мастер порекомендует форму, которая подойдет к вашему лицу и займется архитектурой бровей. Но это еще не все. Среди услуг салона вы найдете солярий, массаж, различные косметические и спа-процедуры, а также различные уходы за волосами. Вот такую красоту повторили со мной мастера салона красоты цирюльник. Я очень довольна результатом. Некоторые женщины терзают себя вопросом, что же подарить своему любимому человеку на праздник 23 февраля. И в преддверии этого праздника мы пригласили в нашу студию мастера по созданию букетов Ирину Артемьеву. Ирина, здравствуйте! Здравствуйте! Я хотела бы вас попросить помочь нам в создании мясного букета. Сейчас это очень модно и современно, дарить необычные подарки своим любимым мужьям, сыновьям и вообще любимым мужчинам, папам и так далее. Скажите, пожалуйста, какие продукты нам необходимы для создания такого креативного букета? Если это мясной букет, то это могут быть абсолютно любые мясные изделия, колбасные. У нас охотничьи колбаски, два вида сырокопченой колбасы, и также в дополнение батоны, помидоры, черри, петрушка, лимон. То есть это могут быть абсолютно любые овощи и также мясные изделия. Хорошо. А с чего же мы начнем? Мы начнем с того, что мы насадим на шпажки все ингредиенты, которые у нас имеются. А выдержат ли шпажки, например, вот такой пол батона сырокопченой колбасы? Или можно использовать несколько? Можно использовать несколько шпажек. Чем меньше ингредиент, соответственно, меньше количество шпажек. Теперь научите, как это делается. Это делается, берется та сторона, которая нам нужна в букете, и вставляется вниз. Так, рассаживается. Но нужно чувствовать, да, где шпажка, чтобы она не вылезла с этой стороны. Вы создаете какие-то букеты? Я создаю фруктовые букеты, создаю букеты из зефира. Сладкие букеты. Сладкие букеты. Порадовать можно своих детишек, женщин любимых. Да, 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 очень часто заказывают с нами. В батон вот мы вставляем две шпажки. С этой стороны две шпажки. Так, здесь я думаю... Сколько у меня шпажек и куда? Так, ну, нам главное сбалансировать, то есть, чтобы они у нас... Ну, я думаю, что с одного края, да? Да, вполне достаточно. Если вдруг нам не хватит двух шпажек, мы запросто добавим сюда. Тридцать, четвертую, пятую и так далее. А как же мы поступим с петрушкой? Для начала нам понадобятся вот такие удлинители, в которых находится водичка. Мы заполняем клубу водой. Для того, чтобы наша зелень, пока будет ехать до своего получателя, она у нас не завяла. Оставалась всегда свежая. Да. Берем небольшой пучок петрушки. Лишнее мы убираем. В принципе, мы подготовили базу. Да. Для букета. Да, база у нас готова. Так, самое интересное, как же это теперь все собрать воедино? Я вот, для меня это... Ну, нам, конечно, понадобятся скотч и ножницы. И дальше руки мастера и фантазия. Безограничные. Так, ну, начнем, я думаю, с мелких колбасок. По уровню как-то... Нет, их можно... Мы будем делать конусообразный букет. И нам нужно будет, чтобы все эти срезы, они у нас... В одну сторону? Да. Не обязательно в одну. Главное, чтобы они у нас шли по ступенкам, грубо говоря, вверх. Мы скрепляем то, что мы пока насобирали. Можно сначала насобирать, потом скреплять, ну, то есть, кому как удобнее. Ну, я делаю по совести, поэтому каждую практически шпажку я скрепляю скотчем, чтобы в итоге у меня потом это все не развалилось просто наоборот. Для противности? Да, конечно. Ну, как вы вообще пришли к идее такой, и начать собирать вот такие вот креативные букеты? Я сидела в декрете и поняла, что я очень хочу чем-то заниматься. что, да, я достаточно творческий человек и люблю делать всякие такие вещи своими руками. Вот такой креативный мясной букет у нас сегодня получился. Ирина, спасибо вам большое за то, что пришли к нам. Я вас очень благодарю за такой прекрасный подарок. Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Но прежде чем попрощаться, я хочу напомнить, что в группе наших партнеров «Мамочки Егорьевска» телеканал «ТВ Мост» проводил конкурс репостов. И мы рады объявить победителей. Ими стали Наталья Кощавцева, Юлия Лукина и Вика Маркова. Обладатели главного приза мы приглашаем в нашу студию для награждения. Увидимся в следующей программе. Пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok